Мой доклад, наверное, позволит ответить на вопрос профилактики лимфогенных осложнений путем снижения объема лимфодиссекции. Я бы хотел рассказать о перспективах применения ламп, это одноцепочечная амплификация нуклеиновых кислот, для диагностики метастазов рака предстоятельной железы в сторожевых лимфатических узлах. Актуальность пропустим. Что касается тазовой лимфоденоктомии, то на сегодняшний день это основной метод оценки состояния тазовых лимфатических узлов. И тазовая лимфоденоктомия позволяет оценить такие параметры, как количество пораженных лимфатических узлов, плотность метастатического поражения, наличие экстракапсулярной инвазии и объем метастатического поражения. Надо отметить, что метастазирование в регионарные лимфатические узлы является неблагоприятным прогностическим признаком. Риск поражения мы можем оценить при помощи инструментальных методов исследования, рассчитать при помощи намограммы, часто используем намограммы-бригантия. Но окончательный статус мы выставляем только путем хирургического стадирования. И надо отметить, что чувствительность ПЭТ-КТ с ПСМА с одним из самых перспективных на сегодняшний день маркером составляет всего лишь 58%. Какие же доказаны преимущества? Сегодня доказано, что повышение диагностической эффективности при оценке состояния лимфоузлов достигается при помощи расширенной тазовой лимфоденоктомии. Однако остаются нерешенными такие вопросы, как влияние на общую выживаемость, риск развития осложнений и альтернативные методики, в том числе та методика, о которой я рассказываю, это сторожевые лимфатические узлы. Границы все мы знаем. Что касается осложнений, то у каждого второго пациента у нас наблюдается длительная лимфорея. Часто она бессимптомная, не требует никаких вмешательств. Клинически значимые лимфокисты развиваются у каждого третьего-десятого пациента. Также у нас есть такие осложнения, как тромбозы сосудов нижней конечности за счет их сдавлений и тромбоэмболии легочной артерии. Как же оптимизировать объем лимфоденоктомии? Здесь нам на помощь приходит концепция сторожевого лимфатического узла. Сторожевой лимфатический узел – это первый узел на пути лимфооттока от первичной опухоли. С клинической же позиции это означает, что если сторожевые лимфатические узлы не поражены, то нет необходимости выполнения лимфоденоктомии. Сегодня нет никаких проблем в интероперационном определении сторожевых лимфатических узлов, так как у нас есть радиофармпрепараты с технецием, в том числе наши отечественные, при помощи которых мы можем определить сторожевые лимфатические узлы. Что касается исследований, то здесь представлено одно из первых исследований наших испанских коллег, которые провели оценку сторожевых лимфатических узлов у больных раком предстоятельной железы и сделали такие выводы, что инъекции радиофармпрепарата в опухолевые очаги под контролем трузи позволяют добиться хороших результатов определения сторожевых лимфатических узлов. 64% метастазов в лимфоузлах были выявлены посредством определения метастазов в сторожевых лимфатических узлах. И самое главное, что отсутствие положительных сторожевых лимфатических узлов является предиктором отсутствия метастазов в пределах границы расширенной тазовой лимфоденоктомии. В НИАИ Герцена была проделана аналогичная работа, где пациентам за 4-6 часов до операции вводили радиофармпрепарат технец и далее всем пациентам выполняли непрямую радиолимфосентографию. И на этапе расширенной тазовой лимфоденоктомии выполняли интрооперационную детекцию. И посмотрите, какие результаты получились. Чувствительность порядка 90% при специфичности 97,5% и эффективности 94%. Это та же самая работа, только в лапароскопическом варианте, так как сегодня все больше и больше простатоктомии мы делаем лапароскопически. Ну и надо отметить, что методика определения сторожевых лимфоузлов уже стала стандартной для опухолей наружной локализации, однако она не используется для ракопредставительной железы, ввиду того, что у нас нет метода интрооперационной оценки статуса лимфатического узла максимально точного и максимально специфичного и чувствительного. Надо сказать, что срочное патоморфологическое исследование никак не подходит для этих целей. Сначала пытались использовать подходы на основе парамеразной цепной реакции, однако длительность стандартной реакции не позволяла применить ее именно для интрооперационной оценки. Поэтому началась сероиспользование одноцепочной амплификации нуклеиновых кислот, которая имеет несколько особенностей. Прежде всего, это высокая специфичность последовательности матрицы, высокая чувствительность, дешевизная простота метода и, самое главное, быстрота реакции. Реакция занимает примерно 30 минут. Здесь схематично представлена реакция. Сначала лимфоузел подвергается лизису и гуманигизации. Примерно 1 минута далее центрифугируется и сразу амплифицируется, и мы уже можем детектировать наличие или отсутствие метастаза. Нами проделана работа по оценке метода РТ-ЛАМП на предмет наличия для детекции микрометастазов рака предстоятельной железы. Всем пациентам была выполнена радикальная простатоктомия с расширенной тазовой лимфоденоктомией. Далее лимфатические узлы 4-12 мм подвергались стандартной патоморфологической оценке и нашей оценке одноцепочной амплификации. Здесь представлена характеристика пациентов, не буду останавливаться. И в результате мы провели анализ 599 лимфатических узлов от 57 пациентов, было выделено 18 лимфоузлов с микро- и макрометастазами, и чувствительность метода ЛАМП относительно планового патоморфологического исследования составила порядка 95%, при специфичности 93%. Диагностическая точность метода составила 94%. И самое главное, что время одного исследования всего 30 минут. Исходя из этого, я хочу сделать вывод, что интероперационное обнаружение микрометастазов с использованием методики ЛАМП обладает высокой чувствительностью и специфичностью относительно планового патоморфологического исследования. И это позволяет использовать этот метод для интероперационного принятия решения о необходимости расширения объема тазовой лимфоденоктомии в случае подтверждения наличия микро- или макрометастазов в торжевых лимфатических узлах. Спасибо за внимание. Спасибо большое за представленный доклад. У меня к вам следующий вопрос. Кто осуществлял в переоперационном периоде выборку лимфатических узлов из удаленного материала? Вот эти 4-12 лимфоузлов кто отбирал? Это морфологи. Морфологи, на свой взгляд, отбирали. Менялось ли как-то... Нет, там не 4-12, там исследовались 3 лимфатические узлы. Это средний размер, 4-12 мм. Их отбирал морфолог? Это размеры лимфатических узлов, да. Нет, ключевой, просто я хочу в голове понять цепочку, что их отбирает морфолог. Морфологи их исследуют, и потом эти же лимфатические узлы исследуются при помощи нашей реакции. И, соответственно, возникает второй вопрос. Менялась ли как-то уже на основании проведенного исследования вот уже сейчас тактика дальнейшего принятия решения? В данном случае нет, потому что этим пациентам изначально всем была выполнена расширенная тазовая лимфоденоктомия. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Вы делали, определяли сторожевые лимфоузлы и выполняли расширенную лимфоденоктомию. Были бы результаты, когда в сторожевых лимфатических узлах, например, не было опухолевого поражения, а при этом в других, которых Вы удаляли, было опухолевое поражение. Да, конечно, такое встречалось, но встречалось в единичных случаях. И в том числе такое встречалось у наших испанских коллег, которые первые начали заниматься этим. Но, опять же, это статистически незначимо. Еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Благодарим тогда докладчика. Спасибо. Спасибо.